540-й день войны и свежая сводка с Русланом Левиевым. ВСУ продолжает идти вперед и освобождать территории. Уже там подтверждено полностью урожайное и есть бои в Работино. Помимо этого появились кадры того, как ВСУ атаковали Крымский мост 17 июля. И появились подробности, как именно, что за дроны осуществляли эту атаку. Россия же, в свою очередь, ничему не учится на своих ошибках. Например, Россия вновь построила пехоту на открытой местности в зоне боевых действий. И по ней тут же снова прилетел Хаймерс. Точнее, GMLRS из Хаймерса. В общем, работа над ошибками не сильная сторона российской армии. Об этом и о многом другом в сегодняшней сводке. Вы можете поддержать ее лайком, комментарием, подпиской. И можете поддержать финансово на Патреоне. Ссылка в описании. Или с помощью суперспасибо. Кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Итак, наш разговор с Русланом Левиевым. Ну, пожалуй, в первую очередь привлекло внимание новость, которая как будто была такое ощущение прям дежавю. Вот буквально это было... Сколько получается уже? Если сегодня у нас 17, то получается 2 недели назад, да. Чуть больше 2 недели назад. Я вам рассказывал в сводке про ситуацию, из-за которой бомбило реально у многих Z-военкоров. Она касалась построения российских солдат недалеко от острова Джар-эл-Чак. Это юг Херсонской области. Когда... Поскольку они строились в зоне досягаемости хаймерсов, то, естественно, хаймерс прилетел. И стало там резко жарче. Вот. И тогда Z-военкоры, они очень прям сильно бомбили. Типа, какие идиоты, генералы, додумались устраивать построение в зоне досягаемости хаймерсов. Вот насколько надо быть тупым просто. Вот. Но вы меня часто, ну, в комментариях еще в прошлом году упрекали, что типа, Руслан, зачем ты подсказываешь? Вот Z-военкоры прямо говорят, что типа нельзя так делать. Проходят 2 недели. И что мы видим? Примерно почти тот же самый район. Мы видим тренировочную базу. То есть там стрельбище различное. Мы видим, как в воздухе над российскими солдатами кружит украинский беспилотник. Хотя, казалось бы, а где повод российского? Почему украинский беспилотник может кружить над тренировочной базой? Выслеживает российских солдат. Их тренировочную базу выслеживает. И поскольку это еще ближе к линии соприкосновения, то это тем более в зоне действия Хаймерсу. Поэтому, естественно, принимается решение об ударе по этой базе. И происходит удар. Опять снова реактивными снарядами Хаймерса с шарапнелью. Поэтому мы видим вот эти вот разлетающиеся такие точки, грубо говоря, на земле. И, кстати, если вы вспомните, что, как я не раз рассказывал, как можно устанавливать направление прилета снаряда по отметинам на асфальте, в виде вот такого типичного веера осколков, вы тут можете обратить внимание, что вот ровно мы видим точно такой же вот веер осколков, только в сильно большем масштабе, конечно. Но да, это вот... Логика ровно абсолютно тоже. Это та же самая. Видите, куда веер смотрит, и откуда прилетел снаряд. То есть вот ровно совпадает так, как я вам рассказывал про методику, как определять направление прилета снаряда по отметинам на асфальте. Ну, в общем, в целом, я не знаю, там, какое количество ущерба пострадавших жертв, учитывая, что это снаряд со шрапнелью, то есть он, по сути, в каком-то смысле он работает а-ля как... Ну, в духе кассетного боеприпаса. В том плане, что он накрывает большую площадь. Это не кассетный боеприпас, это именно шрапнель. Вот. Но тоже, наверное, накрывает большую площадь. Плюс это была тренировочная база. Также посмотрим, сколько там человека было ранено. Но я думаю, даже после второго раза не научатся и будут продолжать там и построение проводить зону недостигаемости хаймерсов, и обучать кого-то. И при этом, как видите, украинские бесплодники спокойно вот так вот летают в воздухе там и наводят снаряды, но на российских солдат. Вот. И, кстати, это же объясняет то, что вот ты меня, Майкл, когда-то спрашивал, типа, почему нельзя обучать всех украинских солдат в самой Украине? Потому что ровно то же самое пытается сделать и Россия. Отследить, где тренировочная база украинцев, где сейчас большая масса украинских солдат тренируется, чтобы туда нанести удар. Но тут, конечно, хоть и у России есть довольно-таки серьезное дальнобойное оружие, которое дальше, чем какой-нибудь Шторм Шедов летает, там до самых западных границ Украины. Тем не менее, у России нету такой качественной розетки, как у Украины. Поэтому не получается так вот навестись. Ну, по крайней мере, как мы знаем. Может быть, там, конечно, могли такие сообщения и скрываться, не опубликоваться, но пока свидетельствует тому, что попадали бы по украинским таким тренировочным базам последние там много-много месяцев, мы как-то не замечали. В начале, по-моему, что отражение такое было, да, а потом как-то все как бы исчезло. Дальше. В очередной обстрел кассетными боеприпасами украинской стороной в данном случае это была Ясиноватая. Это небольшой городок, который к северо-востоку от Донецка, то есть буквально там прямо рядом с Донецком. В этот раз, ну, во-первых, на видео здесь ничего не видно, по-моему, в плане самих суббоеприпасов, но опять мы слышим этот звук, который ни с чем не спутаешь. Сначала как бы большой разрыв, а потом такая а-ля как будто бы автомат на очередь такая дррррррррррррррр. Вот такой вот звук. И причем, как мы видим, это жилой массив, ну, потому что видно, этот гражданский человек снимает, и видно, что вокруг как будто бы обычное такое жилое здание. И это в дневное время. То есть это не во время комендантского часа какого-нибудь, что весьма-весьма плохо. Еще аналогично было видеозапись ночной съемки уже из самого Донецка, тоже вчерашняя, и там тоже ничего не видно, но тоже слышен вот этот звук, который ни с чем не спутаешь, кассетных боеприпасов, то есть Донецк уже много дней подряд обстреливают кассетными боеприпасами, прям в жилую зону, Киевский район. Плюс обстреляли Донецк еще и другими снарядами, такими как реактивными снарядами от Града, есть фотографии разрушений в жилой зоне, и в результате этого обстрела погиб мужчина. Там есть фотографии в том числе с фрагментами тела, как я понял, так что есть вот такие вот свидетельства последствия. По части фронта, пока что особо изменений линии фронта каких-то нет, то есть вот то, что мы сообщили про Работина, и сейчас продолжаются бои за Работину, но на самом деле, что Россия, судя по всему, пытается контратаковать, потому что возникают новые и новые видеозаписи боев около Работина. Мы говорили про урожайные, то есть пока что вот ситуация остается вот именно такой, как она была еще и вчера. Много сейчас обсуждают вопрос того, как быть с экспортом зерна из Украины, и вот вышла статья в Wall Street Journal, которая авторы статьи ссылаются на свои источники в американской администрации и среди европейских чиновников тоже. Они говорят, что сейчас Соединенные Штаты разрабатывают план, как экспортировать зерно из Украины без участия России. В частности, пока что наиболее такой реалистичный план для них – это вывоз зерна по Дунаю. И здесь мне потребуется открыть карту для вас, чтобы вам было понятнее. Так, сейчас я чуть отдалюсь. Так, вот так вот переместимся в Украину. Соответственно, вот у нас южная часть Украины, вот где Одесса. И дальше начинается, собственно, где Румыния, там находится еще вот он Дунай. И тут же порта важны два порта, на которые надо следовать обратить внимание и их топонимы запомнить. Во-первых, порт Рени украинский на границе с Румынией. Во-вторых, порт, про который мы уже упоминали несколько раз – это Измаил. Вот он тоже, тоже украинский порт. Оба находятся на реке Дунай. И вот тот план, на котором сейчас думают США, европейские союзники Украины по части экспорта зерна из Украины – это каким-то образом довозить зерно до портов Измаил и Рени, там их перегружать на суда и дальше по Дунаю отправлять в Румынию, откуда уже дальше экспортировать в необходимые точки назначения. Но, понятное дело, что и Россия понимает, что, видимо, так хочет делать сейчас там западный партнер Украины, и сама Украина. Поэтому мы и видим почти каждый день, ну, не каждый день, наверное, короче, примерно через день мы видим прилеты по как раз таки портам Измаил и Рени. Например, вот вчера была атака на порт Рени, и мы видели ночные кадры, где работает ПВО украинское по шахидам, потому что мы там слышим характерный этот мопедный звук. И в итоге всё-таки некоторые шахиды смогли долететь до цели и попали по ангарам с зерном. Вот, собственно, есть фотографии о последствии. И разрушили не несколько ангаров, а также сельскохозяйственную технику. То есть, в данном случае Россия преследует цель не допустить ни для Запада, ни для Украины возможности использования этих портов на Дунае с целью экспорта украинского зерна. То есть, Россия пытается сделать всё, чтобы полностью заблокировать экспорта зерна из Украины. Там вспоминается и то, что с начала полномасштабного сражения думают и про альтернативные наземные маршруты, которые уже давно работают. Мы это много обсуждали в контексте того, что некоторые европейские страны блокировали транзит украинского зерна через свои территории, потому что местные торговые сети, скажем так, они закупали это украинское зерно, потому что оно было гораздо дешевле. Это сильно влияло на местных европейских фермеров. Были такие проблемы, скажем так, дипломатические. Вроде бы их как порешали, и сейчас такой транзит продолжается. И даже за всё время действия зерновой сделки в «Остер Джорнл» пишет, что вот такими наземными маршрутами в Европу было вывезено зерна даже больше, чем путём через суда и через Чёрное море. Но всё равно сейчас, когда будет сентябрь, когда зерна будет ещё больше, нужно думать, как это вывозить, потому что вывозить всё это наземными путями, это там нужно прям... Это дико сложная логистика, в плане того, что нужно очень много контейнеров, транспорта и всего прочего. Если было бы возможность загрузить судно и отправить куда-то, то это, конечно же, сильно легче. Но вот, как видите, Россия мешает. Ещё там в этой статье рассказывалось, что США думают в том числе и над военным вариантом решения этой проблемы, в плане того, что защиты судов, которые вывозят зерно. И понятное дело, что имеется не то, чтобы, не знаю, там, американские вооружённые силы вступят в войну или начнут там топить российские корабли. Нет, конечно же, нет. Понятное дело, что имеется в виду установки ПВО, которые могли бы защитить порты Ренни и Измаил. Но тут проблемы те же самые, которые были и вообще в целом с установками ПВО. Их большой-большой дефицит. И поэтому пока что сил защитить эти два порта нет. Тем более, что порта, понятное дело, это вещь такая статичная. То есть, вещь очевидная, понятное дело, но если сравнить, например, с погрузкой зерна на железнодорожные вагоны, то там можно не обязательно вот прямо на самой станции загрузить. Вы можете где-то на каком-нибудь другом пути остановиться, встать и там загрузить контейнеры, условно говоря. То есть, можно найти выходы. А вот с портом так ты не придумаешь. Вот где построили порт, но там уже его никак не переместишь. Поэтому это сложно. И плюс, если как-то ставить под защиту эти два порта, то нужно какую-то часть установок ПВО, видимо, с других направлений снимать, именно внутри Украины, и переправлять вот в эти порты. Не уверен, что будут готовы к такому шагу даже у сами украинские власти. Так что это действительно такая вот серьезная проблема, которая вот влияет на текущую ситуацию. Еще вчера был большой репортаж CNN. Служба безопасности Украины передала им видеозаписи с вот этих надводных беспилотников, которые атаковали Крымский мост. И плюс там руководитель СБУ Василий Малюк, он прямо признал ответственность СБУ за вот эту атаку на Крымский мост, которая была 17 июля, и за прошлую тоже, которая была в октябре. Ну, в принципе, и так было очевидно, но вот официальное признание. Что мы видим на видеозаписях с этих надводных беспилотников? Ну, здесь видно, что они наводятся, судя по всему, вот такому по тепловизору, и там вот этот белый такой квадратик, это, собственно, одна из опор Крымского моста. Или вот здесь, еще в приближении, тоже видны некоторые такие конструкции на самом мосту, на которых целится беспилотник. Ну, и дальше он, собственно, доплывает до моста и взрывается. А еще в репортаже СНН показали кадры с камеры видеонаблюдения с Крымского моста. Во-первых, вот здесь мы видим со стороны автомобильного моста, вот если смотреть сюда в угол, там нужно смотреть прямо видео, то вот потом появляется тот самый надводный беспилотник украинский, который дальше доплывает до автомобиля моста и взрывается. И показали еще и со второй стороны Крымского моста, то есть со стороны железнодорожной части. Там тоже, вот он, беспилотник надводный в углу, и он тоже подплывает к железнодорожному мосту и взрывается. Причем, как вы можете заметить справа вверху в углу, мы видим поезд, что в этот момент по мосту ехал поезд. Я не знаю, совпадение это или специально было рассчитано так, чтобы беспилотник взорвался именно тогда, когда по мосту идет поезд, не знаю. Но, как видите, железнодорожный мост не особо пострадал при вот этой последней атаке и поезд тоже не пострадал. Сейчас я вижу, что некоторые Z-каналы бомбят по поводу того, откуда у СБУ видеозаписи с камер наблюдения с Крымского моста. Я больше подозреваю, что, наверное, они просто где-то нашли, что в интернете кто-то это опубликовал и просто отдали сено. Может быть, допускают, что, возможно, они там, не знаю, проникли в сети, которые обслуживают эти камеры и через интернет слили. Ну, тут мы, конечно, гадаем на кофейной гуче, но вполне может быть это так, что типа либо подкупили кого-то там и, ну, как это обычно бывает с пробивами различными и взяли эти видеозаписи. Ну, как это делает база, например, то же самое. В принципе, они могли даже попросить кого-то, ну, там, не знаю, условного там агента представиться от имени базы и купить у какого-нибудь там охранника Крымского моста эту видеозапись. Такое тоже возможно. Вот, легко, запросто. Вот, в этом плане получается вся эта коррупция, она очень сильно помогает разведке тоже украинской, как видите. Ну, вот, суть в том, что мы видим здесь, что удар был не только по автомобильной части моста, но и по железнодорожной части моста тоже били. Отдельный прямо беспилотник. Вот, но, как мы знаем, он почти не пострадал. И еще сам глава СБУ Василий Малюк в этом репортаже, он там давал интервью, рассказывал про эти надводные беспилотники и говорил, что это прям собственная разработка СБУ, то есть это их собственные инженеры делали, сотрудничая с некоторыми гражданскими инженерами. Ну, то есть он подчеркивает, что это не какая-то, не знаю, частная разработка там частной компании, у которой эти катера, ну, беспилотники купила потом СБУ. Нет, это именно прям собственная разработка СБУ. И, как я понял, есть две модификации, как минимум две модификации этих надводных беспилотников. Потому что Василий Малюк сказал, что те надводные беспилотники, которые атаковали большой десятный корабль «Аллинигорский горняк» и танкеры «Сик», у них боевая часть была 450 килограмм. А те беспилотники, которые атаковали Крымский мост, у них боевая часть была 850 килограмм, почти вдвое больше. То есть, наверное, это две разные модификации. И показали в репортаже кадры этих беспилотников, как они выглядят. Вот этот называли «Си и Бэйби», то есть «Морской малыш». Вот примерно так они и выглядят. Вот такой вот интересный репортаж по участию надводных беспилотников. Там еще был какой-то кадр, где, как мы поняли, судя по всему, был частично погружаемый беспилотник, у которого водой торчал буквально маленький, как я знаю, визор, грубо говоря. Вот. Такой, не знаю, потенциальный, в принципе, может быть, и может пересекать такие заграждения. Не знаю. Ну, то есть, интересно будет посмотреть в будущем, да, как они будут с этим справляться, получится справиться или нет. Да и потом, важный момент, что эти боновые заграждения, как я уже показывал, они помогают только закрыть Керченский пролив, не более того. И то, не факт, что прям полностью, да. А вот все порты в Черном море, там их никак не закроешь. Так что там все, они в опасности в этом плане. Интересная еще новость по части НАТО. Появилась она в русской службе BBC. Глава финского МИДа Эллина Волтонин сказал, что... А вот Россия тут обещала, что в ответ на наше вступление в НАТО, вступление в Финляндии в НАТО, стянет войска к нашей границе. В итоге, так до сих пор этого и не произошло. Ну, это ожидаемое событие, про которое я уже много раз говорил, что сейчас вся армия задействована на войне против Украины в этом полномасштабном вторжении. Поэтому, если когда-то было у какой-то страны желание напасть на Россию, там ее, там, не знаю, расчленить, самый идеальный момент вот прямо сейчас, потому что защищаться нечем. Даже от монтяжа группировки Вагнера они смогли защититься. И вот краски про группировку Вагнера. Есть у меня тоже еще дополнительное ощущение, что, как бы, их простили еще и потому, что и там Африка, вопрос Африки, что нужно сохранить влияние, и потому, что нужно создавать такое вот давление совместно с Белоруссией на западные страны. Понятное дело, что Белорусь не граничит с Финляндией, но она граничит с другими членами НАТО. Польша, Латвия, Литва. Соответственно, мы видели... Ну, во-первых, мы видим вот эту базу вагнеровцев в Белоруссии, как уже возникают вот такие сообщения в странах Балтии, в разных различных СМИ, что вот угроза от группировки Вагнера. И группировка Вагнера пытается такую риторику поддержать вот своими фотошопами и прочим. Плюс мы видим вот эти совместные учения различных силовых ведомств Белоруссии с группировкой Вагнера. То есть как будто бы это такое альтернативное давление на вот НАТО. Ну, то есть, типа, нет возможности реально стянуть войска к границе с Финляндией, но вот мы будем как будто бы давить вот таким вот образом, как мне кажется, в том числе. Вот. А подчасти еще, в целом по группировке Вагнера, мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», она опубликовала свой новый подсчет. По их мнению, сейчас в Беларуси находится, ну, точнее, может находиться, как они пишут, от четырех до четырех с половиной тысяч наемников. И пока что они все еще не замечали подтверждение того, чтобы наемников Вагнера вывозили из Белоруссии в Россию. Потому что я напомню, что вот буквально там неделю-две назад были вот такие вот слухи, что там целыми колоннами автобусов, там чуть ли их там не везут в Россию, там домой, либо вообще, типа, как бы увольнители а-ля в резерв. Вот пока что это были вот только в формате слухов, не было ни фотографии этих колонн, ни видеозаписей, ни вот следственного подтверждения от источников белорусского Гайна тоже нету. Вот. Так что вот по их оценкам примерно 4-4,5 тысячи человек там остаются в Беларуси прямо сейчас. И еще группировка Вагнера, она, во-первых, у них теперь есть юридорицо белорусское, общество с ограниченной ответственностью группа Вагнер называется. Не ЧВК Вагнер, причем, а группа Вагнера. Это к вопросу о том, что в Беларуси вроде как ЧВК тоже нелегально. И они зарегистрировались по сфере деятельности как образовательная организация. Ну, собственно, прочие виды образования, не включенные в другие группировки. Слово, конечно, группировки звучит здесь особенно комично. Но это, видимо, для того, чтобы как-то по бухгалтерии проводить оплату, как я понимаю, видимо, всех вот этих образовательных услуг для белорусских силовиков от группировки Вагнера. Как будто бы стараются более официально это проводить по бухгалтерии. Более легально. Потому что обычно они заработали с черным налом, как правило. Мы знаем из старых расследований. Так вот, в продолжение еще по теме группировки Вагнера. В Кыргызстане задержали местного жителя, который воевал в группировке Вагнера. У него история была следующая. Когда-то он приехал в Россию на заработки, а потом какое-то преступление совершил. Попал, судя по всему, в тюрьму, где, вот, собственно, и был завербован группировкой Вагнера. Отправился воевать. И вот воевал-воевал. И 8 июля вернулся в Кыргызстан. А 1 июля... Не 1 июля, а 1 августа. Его задержала местная ГКНБ. И, собственно, есть вот кадры его видеозаписи со времен, ну, когда он воевал в Украине в составе группировки Вагнера. Здесь мы видим его с оружием в руках ведущегося в стрельбу куда-то. А здесь уже кадры, как спецназ ГКНБ врывается к нему домой, задерживает его, проводит обыск. Там мы видим у него есть полным-полно документов, доказывающих, что он реально воевал в составе группировки Вагнера. Вот, собственно, даже справка подписанная Тросшевым у него есть. То есть, как видите, и флаг группировки Вагнера, и различные награды, в том числе группировки Вагнера. Вот поэтому сейчас у него получилась судьба следующая. То есть он когда-то уехал в Россию на заработки, попал там в тюрьму, отправился воевать, вернулся обратно домой в Кыргызстан и сейчас снова попадет в тюрьму. Потому что наемничество в Кыргызстане запрещено. Это карается уголовным наказанием. И по этому поводу я подумал, что, во-первых, поскольку у нас есть база сотрудников группировки Вагнера, хоть она актуальна на момент до полного масштаба отражения, то есть всех тем на 50 тысяч заключенных у нас там их имен нет. Но, тем не менее, еще можно дополнять информацию из открытых источников, которые появляются за все эти месяца. Если пройтись по всей этой базе и найти иностранцев, то можно будет в будущем тоже заняться вот этим отдельным направлением работы. В плане того, что смотреть те страны, где наемничество наказуемо, собирать доказательную базу по такому человеку, который воевал со стабиль группировки Вагнера и вернулся домой, но его родной управительница об этом не знает, и отправлять документы на него соответствующие правоохранительные органы этой страны, чтобы привлечь его к ответственности за то, что он воевал в незаконном вооруженном фирмировании. Тоже как бы интересно мысленно подумать на будущее, чем можно еще тоже заняться. Была еще новость вчера про диверсионные группы. В частности, губернатор Брянской области Богомас говорит, что вчера дважды пытались проникнуть в регион диверсионно-развязательной группы. При первой вылазке четверо диверсантов были убиты, как он говорит, а при второй пятеро из шести были убиты. Что осталось шестым, пока так и непонятно. То ли он смог уйти с места боя, то ли его захватили в плен, непонятно. Но, во-первых, показывают фотографии их вещей, убитых диверсантов, что было при них. Там, ну, видимо, различное снаряжение, видимо, какую-то винтовку типа AR-15, в таком вот духе, вот и прочее еще. И еще новость такая, что говорят в Ставропольских телеграм-каналах, пабликах различных, пишут, что при как раз-таки отражении этих атак ДРГ погиб Фейсбэшник. Один из оперативников, один из спецназовцев, который родом из Ставрополя. Поэтому там сейчас у него есть некролог, я сейчас даже не помню его имя. Но вот там местные паблики пишут, что он как раз-таки погиб вот именно вот при задержании ДРГ. И еще про украинские дроны, в этот раз летающие. Тоже опять репортаж CNN, которые побывали где-то недалеко от линии фронта. И тут они пообщались с саперами, которые рассказывают, что, в принципе, дроны с тепловизорами помогают им в деле разминирования. Потому что мины, которые лежат на земле, они впитывают в себя тепло и с наступлением сумерек они остывают гораздо медленнее, чем земля. Поэтому вот, собственно, мы видим, что они на тепловизоре прямо светятся. Не все из этих точек являются минами, но многие из них. Так что этот момент, он помогает украинским саперам разминировать территорию. Вот так вот технологии помогают спасать жизни украинских солдат. Опять мы видим британский танк Challenger. В этот раз он без мангала. Ну, без вот этой решетки над башней, защищающей от брожающих боеприпасов и дронов Камикадзе. Судя по всему, опять-таки, где-то близко к линии фронта. Вчера я говорил еще про мосты, но тут я еще вспомнил, что ведь, по идее, есть еще и другая проблема с такими, с такого рода бронетехникой. Потому что, когда начнется осень, и никогда начнется слякать и распутиться, если такой танк будет застревать, выдергивать его прям большая проблема. Потому что, чем тяжелее бронетехника, тем мощнее и больше нужна бремка. А бремки, они вообще вещи довольно-таки дефицитные. И не уверен, что советского типа бремки смогут выдернуть застрявшие Challenger. Скорее всего, нет. Скорее всего, нужна другая бремка. Так что это тоже дополнительно такой вот геморрой в деле того, что когда у вас там очень тяжелая бронетехника. В продолжение темы разговора про то, что я каждый раз подчеркиваю, что типа вот Медведев говорит, что с января месяца у нас уже набралось там больше 200 тысяч контрактников, которые сами прям пришли, сами подписали контракт с Минобороны России и готовы воевать за родину. И прям в противовес то, что, на мой взгляд, прям опровергает его слова, мы видим уже новую новость про действия по части выявления тех мигрантов, которые приехали в Россию на заработки и успели получить российское гражданство, но при этом не встали на воинский учет. Так вот, поскольку мы видим, что их задерживали прям ФСБшники, то есть это прям для меня было совсем необычно, как будто бы они каких-то террористов задерживают и отвозят просто их в военкомат. То есть реально ФСБшники гоняются за мигрантами просто для того, чтобы отвезти их в военкомат и поставить на воинский учет. На мой взгляд, это тоже особенно ярко говорит о том, что есть, видимо, какие-то проблемы с добровольницами, чтобы люди прямо на добровольник шли и подписывали контракты. Раз приходится самих целых ФСБшников запрягать на вот такую вот очень странную работу. Ну и вот, собственно, сообщение о том, что такой рейд был, например, в Санкт-Петербурге на овощебазе. Там задержали 400 человек. Был еще в Чебоксарах и в Новочебоксарске. Может быть, еще и в других регионах, но вот просто сообщений по другим регионам не было. И еще один тоже момент, который говорит о проблеме с набором людей на войну, конкретно в отдельном локальном случае. Военкомат Менделеевского района Татарстана пообещал добровольцам, те, которые подпишут до 18 августа контракт на участие в войне, выплатить еще дополнительно 500 тысяч рублей, дополнительно к тем всем компенсациям, подъемам, которые они обещали до этого. Казалось бы, из-за чего так? Видимо, из-за того, что никак больше не заманить. Давайте еще добавляйте суммы, чтобы вот, ну, может, сейчас теперь люди пойдут и начнут подписывать контракты. И, видимо, еще это упирается и в то, что отдельным субъектам спущен план, сколько каждый субъект должен предоставить добровольцев, тех, кто готов умереть за Путина. И вот, когда какой-то регион, он не справляется с этими показателями, приходится в том числе и обещать еще большие суммы денег тем, кто все-таки решится подписать этот контракт. Немного про выборы. Поскольку в сентябре будут выборы, будут избирать там губернаторов и вроде как мундепов тоже, муниципальных депутатов, насколько я помню. И большой вопрос, как эти выборы будут проходить на захваченных территориях, потому что формально по Конституции России они уже стали регионами России, соответственно, на них тоже должны проходить выборы, на них тоже должны быть уики, на них тоже должны иметь возможность голосовать, по идее. Так вот, самарские и омские власти готовятся к тому, чтобы прописанные в их регионах военнослужащие смогли проголосовать 9-10 сентября прямо из зоны так называемой спецоперации. Как это будет выглядеть, я, честно говоря, не представляю. Мне тяжело представить, чтобы, допустим, будут снимать прям большой отряд с линии фронта и отвозить их в тыл, чтобы они проголосовали. Потому что это будет прям большой подарок украинцам, находящимся на той же самой линии фронта, потому что, опа, российские солдаты уехали, можно продвинуться вперед. А посылать кого-то там с бюллетенями на линию соприкосновения тоже очень странно, потому что явно они попадут под обстрел, и там кто-то будет ранен, кто-то погибнет. Так что непонятно, как они это связывают проводить. Но привязывая это все к предыдущей новости про вопрос добровольного подписания контрактов, мобилизации, тут подсказка ЦИКу российскому устраивать, ну, внутри России самой, устраивать участковую избирательную комиссию в военкоматах. Вот это была бы, наверное, отличная идея для решения их проблем. Что, типа, ты заходишь проголосовать, а тебе, опа, давайте как раз проверим твои личные учетные данные, не готов ли ты отправиться вот на войну. Кстати, не удивлюсь, если так оно и будет в итоге в некоторых местах, что будут уики в военкоматах, люди будут приходить, а там их будут агитировать, подписать контракт с армией России и пойти умереть за Путина. Дальше еще тоже новость, опять же, про выборы. Это слова генерала, бывшего генерала, ныне депутата Госдумы, главы комитета Госдумы по обороне, Картополова. Вообще на его слова обычно не стоит обратить внимание, то есть чаще всего они вообще никакого там не влияния не имеют, никак не забываются, то есть это можно пропускать мимо ушей. В данном случае он говорит, что типа Россия готовит свое наступление в зоне так называемой спецоперации, но говорит, что типа для этого нужно необходимо создать условия, а процесс идет. А, естественно, одно из важнейших условий, чтобы начать хоть какое-либо наступление для России сейчас, ну или когда-то в будущем, это мобилизация. Потому что никакими иными процессами вы не наберете людей, чтобы хоть как-то где-то пойти в наступление. Ну, разве что вот только, например, совсем-совсем маленькие локальные контрнаступления, такие как вот на северо-луганском направлении, где Купинск. Вот там, да, получается пока без мобилизации. Но в целом, чтобы наступать, без мобилизации никак не обойтись. Так что посмотрим, как оно будет. Ну вот, например, просто ранее издание Newsweek сообщало, со ссылкой на источники, что якобы в начале октября, то есть уже после выборов, вооруженные силы России начнут подготовку к наступлению, а весной типа нанесут мощный удар. А чтобы начать подготовку к наступлению, нужно людей мобилизовать, провести вторую мобилизацию. Так что посмотрим. Ну опять же, я как-то не особо верю, что это будет, потому что, окей, выборы пройдут сейчас в сентябре, но это пройдут вот такие региональные. А в 2024 году ведь и выборы Путина, так что это сильно бы ударило по его, рейтингу, если проводить вторую мобилизацию. Но поживем, увидим, как оно будет реально все происходить. Хорошая новость под заголовком «Дождались» пришла к нам из Чехии. Чехия наконец-то внесла в санкционный список главу холдинга тактическое ракетное вооружение, Абносову и его родственников, которые живут в Праге. Напомню, что все началось с того, что фонд борьбы с коррупцией, Навальевский, он сделал расследование про этого Абносова и его родственников, шикарно живущих в Праге, и вообще никаких проблем не знающих, пока продукция их заводов убивает мирных украинцев. После этих расследований их юристы писали много заявлений, жалоб в различные местные органы. Маша Певчих встречалась с сенаторами, полицией, Министерством иностранных джел Чехии. Я помню, были митинги, пикеты, движение «Весна» устраивало тоже свои пикеты в Праге. Я помню, как корреспондент по первой политике подловил президента Чехии на саммите НАТО и спросил, а как такой человек спокойно живет в Праге? Что за дела такие? И вот только сейчас, после всех этих громадных усилий, их в итоге внесли в санкционный список. Надеюсь, что с другими людьми, которые причастны к разжиганию войны, будет все не так медленно, как это было с Абносовым и его родственниками. Следующая большая новость касается вопроса дипломатического противостояния Соединенных Штатов против Ирана. Есть статья, в Financial Times появилась, которая пишет, что США предложили Ирану отказаться от поставок в Россию беспилотников и запчастей к ним в обмен на смягчение санкций. И вот, согласно этому материалу, якобы Вашингтон пообещал не вводить против Ирана новые санкции, за исключением тех, которые касаются прав человека, если какая-то интересная оговорка, а также не так строго следить за соблюдением санкций в отношении иранской нефти. Но в то же время Иран, помимо того, что он должен перестать поставлять бесплодники России, он должен отказаться от обогащения урана выше, чем на 60%. Как раз для того, чтобы сделать ядерное оружие, нужно обогатить уран 90% или больше. Плюс он должен улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и взять на себя обязательство не нападать на американцев. Но здесь, я боюсь, как бы не получилось так, что и Иран, и Россия, ну если же Иран упадет на все эти уступки, окажутся в выигрыше. Потому что мы видим, что Россия уже наладила собственное производство этих самых иранских брожающих боеприпасов, шахедов в Алабуге и полностью локализовала производство. Мы помним исследование Конфликт Армамента Ресерч, которые доказали, что производство уже полностью локализовано. Плюс, вспомните, во вчерашней сводке я вам рассказывал про китайскую копию шахедов, которые могут тоже собой заменить иранские бесплатники потенциально. Так что, как бы не оказалось так, что в итоге Иран, типа, окей, да, мы перестанем поставлять, а при этом никоим образом это не повлияет на линии фронта и количество прилетающих шахедов по городам Украины. Вот этого я боялся. И, кстати, буквально неделю назад была еще другая новость, тоже связанная с США и Ираном. Одна касалась другой сделки между этими двумя странами, согласно которой они договорились, что Иран вернет в Америку пятерых заключенных, у которых двойное гражданство, американское и иранское. США вернут Ирану, соответственно, пять тоже заключенных, которые отбывают на наказание, то есть там это иранцы, за нарушение санкций против Ирана. Но плюс, в дополнение к этому еще, США пообещали разморозить доступ к активам на 6 миллиардов долларов, которые были получены, это как прибыль от продажи иранской нефти, и эти активы находятся в Южной Корее. Но там, конечно, они придумали такую схему, чтобы как будто бы не получилось у Ирана эти 6 миллиардов долларов потратить на оружие. А в частности, они продолжили схему такую, что эти 6 миллиардов долларов из Южной Кореи будут приведены в Катар, который выступает посредником на этой сделке. Дальше эти 6 миллиардов долларов могут использоваться только там для покупки продовольствия, для какой-то гуманитарной помощи. И когда Ирану нужно что-то купить на эти 6 миллиардов долларов в том же продовольствии, то он не то чтобы снимает деньги оттуда с этого счета в Катаре, а отправляет как бы усунку а-ля смету в Катар, и Катар сам покупает необходимый товар с этого счета иранского и отправляет уже прям товар в Иран. Как будто бы вот такую схему придумали. Но я чувствую, что и здесь легко найдут обходные пути, как это все равно в конечном итоге использовать для выгоды в плане именно оружия. Условно говоря, типа высвободить все средства, которые были заложены в бюджете Ирана на покупку продовольствия и тратить только с этого катарского счета, а высвободительные деньги в бюджете тратить на оружие. Вот, пожалуйста, например, такая вот схема. Так что в этом плане, в плане дипломатии, здесь тоже, как видите, все сложно, и Ирану, даже США против противостоять местами довольно-таки сложно. Ну и последняя новость в этой сводке. Вчера, как я и говорил на сводке, должен был быть суд наш над Мною, над Майклом. В итоге он не состоялся. Более того, его передали новой судье, Елене Ленской, которая известна тем, что она отправила в СИЗО Владимира Карамурзу в 22-м году. И она сказала адвокатам, что она вообще начнет с самого нуля, заново все, весь судебное заседание. Так что это я не знаю, насколько еще. И в итоге, видимо, в подарок к моему дню рождения они ей принесли это, как я изначально и просил, на 23 августа. Вот. И опять же, в связи с этой новостью, про то, что вот день рождения и прочее, завтра, поскольку у нас завтра последняя сводка на неделе, я скажу, какое будет у нас расписание сводок на следующей неделе. Потому что какую-то сводку, наверное, одну я отменю, ввиду там дня рождения и отдыха. Но, наверное, это будет не 22-го, потому что у меня еще будет очередной закрытый доклад здесь в Вашингтоне, на этот раз под темой Сирии. Будем с партнерами обсуждать, говорить про то, насколько сейчас Россия и группировка Вагнера вовлечены в сирийский конфликт, какие там дальше у них пути развития, как можно противостоять как в целом Россия в Ближнем Востоке, так и в целом, в частности, группировки Вагнер. Так что в этом плане буду все равно работать. И вот такие вот новости у нас на данный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова